На минувшей неделе состоялась первая для Павла Конькова в должности губернатора личная встреча с президентом Владимиром Путиным. Глава региона рассказал об итогах 2015 года в Ивановской области. Кроме того, Павел Коньков попросил главу государства помочь с решением трех важных вопросов. Без вмешательства первого лица фактически застыло на месте строительство комбината синтетического волокна. На данном этапе необходимо определиться, какой из государственных финн-институтов будет работать с регионом над этим, как его называет губернатор, мегапроектом. Президент дал поручение своему помощнику Андрею Белоусу проработать этот вопрос. Второе, о чем просил губернатор, продлить федеральную программу переселения граждан из аварийного жилья. Павел Коньков пояснил, новые дома строят для тех, чье жилье было признано аварийным до 2012 года. Сейчас объектов, требующих расселения, гораздо больше. Кроме того, с началом реализации программы капремонта, неудел остались дома с износом более 70%. Но и самый главный вопрос, который удалось обсудить с президентом и заручить с его поддержкой, вопрос межбюджетных отношений. Павел Коньков обратился к главе государства с предложением модернизировать методику работы с дотационными регионами. Я высказал Владимиру Владимировичу свое мнение, что должна быть особенная методика работы с высокодотационными регионами, которая бы вела к выравниванию бюджетной обеспеченности. И предложил Ивановскую область в качестве пилотного проекта для Минфина, чтобы такая методология была выработана, опробована и внедрена. Такое поручение министр финансов от президента получил. Продолжение следует...